Обычно после пробуждения малыши тянутся за вкусняшкой, но не в этом случае. Не успев открыть глаза, годовалый ребенок и его мама тянутся к обогревателям, чтобы хоть как-то согреться. Батареи в квартире холодные. Вот так включаем. С 21 числа уже дали отопление по всему городу. У нас дом не отапливается. Меня как маму, как жителя этого дома очень беспокоит, так как у меня страдают дети. Они сейчас болеют. Мы не ходим в садик со старшим ребенком, так как мы находимся на справке. У нас очень сильный кашель. Без аппарата для ингаляции уже никуда. В доме холодно и сыро. Обогреватели одеяла уже не спасают. В управляющую компанию жители обращались неоднократно. В управляющую компанию, да, я обращалась не один раз. И по телефону, и через заявление. На все заявления, которые я писала, мне не пришел ни один ответ. Обращалась уже я и в жилищную инспекцию. Тоже молчат. На Гайташкино-Малахово 31 отопление нет нигде. В некоторых квартирах температура едва достигает 14 градусов. На кухне 14 с батареей я могу нагревать максимум 19 градусов. Батарея обогреватель? Да, масляная батарея, небольшая, но она у меня не выключается 24 часа в сутки. Мне просто само по себе это очень тяжело. И спать с ней как-то страшновато. Очень-очень холодно. Ну, спим под двумя-тремя одеялами, ходим в носках. И вот, говорю, обогреватель, вот эта ветродуйка, то есть, соответственно, это тоже как бы сейчас намотает электроэнергии. Управляющая компания не реагирует, обещает завтрак, ну, кормит нас завтраками. У вас литр сейчас там занимается в данный момент? Ну, просто уже почти две недели нет. Ну, если там забивается все песком, прочищает, промывает. Какие сроки примерно подключат ждать отопления? Когда? Я не могу сказать, какие сроки. На начало недели на холод квартирах жаловались сотни горожан. Буквально вчера на онлайн-конференции министр ЖКХ Евангелёв пояснил, что, по его информации, подача тепла в общую систему теплоснабжения была осуществлена вовремя. Однако некоторые управляющие компании, добавил чиновник, по тем или иным причинам до сих пор не подключили дома. В процессе запуска и в крупной энергетике, и в малой энергетике, когда давление поднимается, а летом, например, система не была заполнена, или параметры увеличиваются по температуре или по давлению, возможны порывы. Они происходят и в процессе запуска постоянно. Это, к сожалению, наверное, норма сегодня. Сегодня запускаем тепло, обнаружим 2-3 порыва, устраняем. На это время тоже уходит. И, возможно, сегодня, сейчас и по Барнулову где-то нет теплоснабжения. Бельё наконец-то у нас сохнет на батарее. Уже всё хорошо. Сложности с запуском тепла были и в домах на потоке. Так батареи на Эмилея Алексеева 68 потеплели только вчера. На этого почти две недели люди замерзали. Куда только ни обращались. И в приёмную Томенко звонили, и в администрацию, и в управляющую компанию. Дозвониться не могли, нам всё говорили подождите. Идут ремонтные работы, идут заполнения системы и так далее, и так далее. Две недели замерзали, с обогревателями жили. Холодно. Сейчас хоть дали отопление, постирались. Если одни горожане дождались тёплого подарка от своего КАД, то жители других домов до сих пор вынуждены греться всеми доступными способами. Кстати, после нашего вопроса диспетчеры, управляющие компании, запустят ли отопление на Малахова 31 хотя бы к зиме, она бросила трубку. А между тем люди в своих квартирах продолжают мёрзнуть и болеть. Почему мы должны страдать? Как собственники, как вообще люди с детьми. Вот для меня это из ряда вон уже. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.